Друзья, всем привет! С вами компания Lifehouse. Сегодня мы на нашем новом объекте, это Верхняя Мечкова. Всего полчаса на юго-восток от Москвы. И это снова и снова наш шикарный типовой проект. Дом Савина. Пока здесь дома еще нет, мы только несколько дней назад зашли на участок. Но уже полным ходом идут работы. Пару дней назад здесь был трактор, снимал весь ненесущий грунт в пятне застройки. Надо сказать, что грунт здесь совсем не подарок. Если внимательно приглядеться на рядом стоящие дома, то можно заметить на них трещины. Со стопроцентной вероятностью можно сказать, что это последствия строительства на сложном грунте. И возможно без расчета фундамента. Во-первых, в грунте присутствует вода. Это уже не очень хорошо. Сейчас в июне она проявилась на глубине около метра. Весной здесь вода стоит, наверное, на уровне всего около 30 сантиметров от поверхности грунта. Ситуация здесь, кстати, осложняется тем, что буквально в полуметре от поверхности грунта начинается песчаный слой. Вот, можно увидеть. Естественно, что он полностью обводнен. Короче, пребывание воды под основанием фундамента неизбежно. Остановить воду по песчаному слою очень сложно, и это достаточно дорогостоящее занятие. Поэтому конкретно на данном объекте мы решили отказаться от прокладки дренажа. Рассчитали плитный фундамент в условиях обводненного песчаного грунта. Но перед этим нам предстояло побороться с еще одним неприятным фактором. Техногенным грунтом. После выезда геологов в пятне застройки обнаружился насыпной, не слежавшийся грунт в разных местах и разной толщины. В первый заход трактора мы сняли весь основной ненесущий грунт. И сейчас, так как здесь остался еще такой грунт местами, мы вычищаем его уже вручную, лопатами. То есть наша задача подготовить грунт под укладку песчаной подушки. Сделать, так сказать, его более однородным. Поэтому бригада сейчас проходит каждый метр основания котлована и вычищает на разную глубину весь не слежавшийся плодородный, глинистый, пучинистый грунт. Именно поэтому основание котлована у нас неровное. Приходится вычищать отдельные места, где есть сомнительный грунт. Также бригада приступит к откопке траншей под водоснабжение. Самая глубокая коммуникация в доме. Площадь котлована у нас достаточно большая, более 200 квадратных метров. Глубина тоже не совсем стандартная, с перепадами. Но никак не меньше полуметра. А значит, вынутого грунта тоже достаточно. Вот эти горы как раз после работы экскаватора. Пока решено их складировать на участке, хотя каждый раз вопрос с грунтом, друзья, решается индивидуально. На этот объект перед началом работ мы доставили бытовку. Она приехала параллельно с бригадой, то есть бытовку мы взяли на себя, включили в стоимость договора. Далее уже соорудили навес для инструмента. Ну и, конечно, бытовые условия для бригады. Душ, туалет и все, что нужно. На бытовку, как вы видите, закрепили шесть камерами видеонаблюдения, чтобы и заказчик, и инженер, и снабженец, и менеджер проекта, короче, все заинтересованные лица могли следить за ходом строительства 24 на 7. Также уже успели принять все основные материалы, кроме арматуры, привозил Петрович. Основной габаритный груз, это, конечно, утеплитель. Ну и кроме него, куча разной мелочевки. Дом у нас здесь будет стандартными габаритами 11,9 на 15,4 метра. Впервые дом Савина будет строиться в планировке лайф, то есть здесь будет целых четыре спальни. В этом доме смогут проживать максимальное количество жильцов. И в то же время он остается таким же комфортным, как мы привыкли его видеть во всех наших реализациях. Кроме четырех жилых комнат, здесь будет котельная, раздельный санузел, кладовая, и, конечно же, огромная кухня-гостиная площадью без малого 50 квадратных метров. Также интегрированное широкое крыльцо под единым с весом кровли и задняя терраса. Если вы еще не видели планировок дома Савина, прямо сейчас заходите на сайт и скачивайте каталог планировок. Уверен, хотя бы одна из них приглянется именно вам. И не забывайте, что все наши дома – дома с меняющейся планировкой. И в конкретно этом доме в состав проекта уже заложены три альтернативных планировки. Это значит, что хозяин, при меняющихся жизненных обстоятельствах, сможет легко и без лишних трудностей перепланировать, перестроить свой дом под новые реалии жизни и реализовать любую из предложенных нами планировок. Мы продолжаем строить дом Савина в Раменском районе, и все только начинается. Савина в Раменском районе Прошло пару дней, друзья, мы снова на строительной площадке. Продолжаются строительные работы и продолжается подготовка основания под дом и под плитный фундамент дома Савина. Как я уже говорил, одна из первых работ после откопки котлована – проведение самой глубокой коммуникации – водоснабжение. Вот эта труба. Если приглядеться, у нас основная труба 32 мм, она проложена внутри гильзы 50 мм. Гильза – это самая обычная труба ПНД 50 мм. Самая-самая простая и недорогая труба. А вот основная труба, по которой будет бежать вода, также труба ПНД, но меньшим диаметром 32 мм. Это первичный полиэтилен. Если у этой трубы, у черной, мы состав до конца не знаем, то вот меньший диаметр, синяя труба – это первичный полиэтилен, то есть в составе нет переработанных материалов. И по этой трубе будет бежать в дом вода, в том числе питьевая вода. Глубина заложения трубы под водоснабжение по нашим стандартам не может быть меньше 160 см от поверхности грунта. Продиктовано это возможной глубиной промерзания грунта по Московской области. Самый лютый морозый грунт в Подмосковье может промерзать до полутора метров, поэтому на меньшую глубину закладывать эту трубу опасно. Это все-таки не канализация. В этой трубе будет постоянно стоять вода. И, конечно, если температура вокруг трубы будет минусовая, то замерзнуть в воде будет гораздо проще. Чтобы не прокладывать греющих кабелей и утеплителя, лучше закапывать на глубину большую, чем глубина промерзания. Хоть здесь и песчаный обводненный грунт, мы смогли докопаться до этой глубины и сразу засыпали песком. Но вот, кстати, бывают объекты, где мы не можем докопаться до глубины 160 см, и тогда нам приходится укладывать трубу водоснабжения в утеплитель. Так было, кстати, на нашем параллельном объекте в Щелково. Труба водоснабжения у нас начинается в зоне котельной и идет в сторону скважины. По нашим стандартам, если не проговорено и новое, мы все коммуникации выводим и оставляем на расстоянии двух метров от дома. Ну или один метр от края от мостки. Вот здесь хвост выведен в сторону скважины, и точно так же будут в дальнейшем выведены все остальные хвосты коммуникаций. То есть канализация и электричество. Дальше, после прокладки трубы водоснабжения, мы сразу приступили к укладке песчаной подушки. И вот с песком на этом объекте пришлось помучиться. Дело в том, что мы каждый раз на новом объекте выбираем лучшего поставщика и лучший песок. Отбираем самый крупный чистый песок из предлагаемых. Ну вот здесь три дня нам возили разные поставщики песок, и никак мы не могли найти более-менее приличный. Привозили мелкий, привозили полеватый, привозили с глиной. И, наверное, на шестой или седьмой машине нам, можно сказать, повезло. Привезли песок не мелкий, не полеватый. Но, честно сказать, и не крупный. Проверили плотномером, уплотняется хорошо. И, честно говоря, выдохнули с облегчением, потому что ситуация была прям патовая. Нормального песка, как оказалось в этом районе, днем с огнем не найдешь. Хотя каждый второй поставщик нас слезно уверял, что именно такой песок берут для песчаных подушек под фундаменты. Мы были непреклонны, боролись до конца. И в итоге нашли. Не супер, конечно, но, как говорится, с этим хотя бы можно жить. Возят нам этот средний фракции песок с удаленного района. Именно поэтому он обходится в полтора раза дороже. Если обычный возили в среднем по 11 тысяч за машину, то вот этот уже возят за 16 с половиной. На таком объеме песка, как у нас, эта разница грубо в 150 тысяч рублей. Мы это согласовали с заказчиком. Это доп. расход, который выбился, так сказать, из общего уровня цен закупаемых материалов. Поэтому мы об этом объявили заказчику. И заказчик принял единственное правильное решение – уложить самый лучший песок из того, что есть. Именно поэтому бригада принимает песок, развозит на тачках и уплотняет виброплитой. После этого следует проверка плотномером, и все повторяется опять слой за слоем. Мы продолжаем строить серийный проект Савина в Раменском районе. Дом с живой планировкой. До новых встреч! Лишь посволь себе все благом мира, иди вперед и ярким солнцем будь. Без сомнений, если станет сложно, лайфстайл поможет пройти этот путь. Лишь посволь себе все благом мира, иди вперед и ярким солнцем будь. Без сомнений, если станет сложно, лайфстайл поможет пройти этот путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok